У нас тут еще есть в гостях Костя Рязанцев, он специалист в петрографии, в нейрологии, в образовании и изучал вещество, в большей степени метеорита, и в частности Челябинска очень много. Я являюсь действующим сотрудником лаборатории метеоритики, упомянутый здесь уже Институт геохимии и аналитической химии Вернадского. В этом институте как раз хранится метеоритная коллекция Российской академии наук. Там в основном происходит регистрация всех метеоритов, которые в России регистрируются. Рассказывать я какой-то темы, она не заявлялась. Если есть какие-то вопросы... Наверное, просто можно задать какие-то вопросы, касающиеся... То есть, по поводу Челябинска, например, что изучало, да? Я тоже ездил три раза на Челябинск, и первые образцы в Москву я привез, которые в институте анализировались. Челябинск был очень интересен, ну, да, во многом уже говорили, что он зимой упал, вот два разных типа вещества. И действительно, когда первые куски находили вот этого, это называется импактный расплав, чёрное, то, что здесь называли, вот, называлось стекло, там, или ещё что-то. Это не совсем полностью стекло, зачастую оно может быть, в общем-то, и стеклом в небольшой части представлено. Вот. Дело в том, что затемнение, и вообще, скажем так, по Челябинску, Челябинск, ну, известный стал метеорит, а, в принципе, чёрная вот эта составляющая метеоритов, она довольно часто встречается в метеоритах высоких петрологических типов, что называется, вот, там, Челябинск, это или 5, вот, когда цифра, там, 5, 6, в принципе, вот, там, ну, вот этот петрологический тип цифра, она бывает от 3 до 6-7, вот, она показывает, насколько сильно метеорит изменён. То есть, первичные, если кто здесь смотрел, вот, есть метеориты, в которых хондры хорошо видны, в которых видны плохо. Вот Челябинский хондр почти не видно, потому что он сильно изменён процессами, которые происходили на стероиде. Вот, и вот чёрная составляющая, она может возникать из-за того, что среди компонентов метеорита есть триэлит, это сульфид железа, и есть самородное железо. Они имеют температуру плавления гораздо ниже, чем остальная часть, большая часть метеорита – это силикатное вещество, вот, оно достаточно высокую температуру плавления имеет. А триэлит имеет температуру плавления порядка 600 градусов, самородное железо повыше, там, в районе 700-800, не помню точно. Ну, в общем, такие порядки. А силикатное вещество плавится в районе 1100-1200 градусов. Поэтому вот эти вот чёрные части метеорита, они зачастую представляют собой участки, которые были нагреты до таких температур, порядка 600 градусов, начал плавиться триэлит, и по тоненьким-тоненьким трещинам среди других минералов он растекался. И вот если взять какой-нибудь перит, например, вот у перита, наверное, все, кто в минералогии знаком, они знают, что у перита чёрная черта, вот, возникает такой же эффект. Тонкое распыление сульфида даёт потемнение зон вот этих вот. И, ну, есть зоны, которые действительно сильно пропавлены, там много стекла, а есть зоны, которые просто, они практически представляют собой вот, ну, обычную картину, там, силикатная часть нормальная, не расплавленная. Но по трещинам вокруг все трещины абсолютно тонкой сеткой треэлита заняты. Вот это даёт чёрный цвет. И вот когда вот эти чёрные куски первые находили, действительно, вот, скажем, люди, которые приехали, они приехали искать метеориты, они знали, что они ищут. Вот они, говорят, рассказывали историю о том, что вот они нашли первый кусок, посмотрели на него, да это шлак какой-то, и выкинули. Вот. А потом, когда они уже разобрались. И ещё одна история о том, что вот этот, так кажется, как раз с вами связан это уже. Конечно, конечно. То, что когда вот в магазин метеоритов приходит, там показывает какой-нибудь образец, какой-нибудь шлак, он пористый, значит, он такой пенистый, кипящий. И людям, кажется, он летел в атмосфере, плавился, кипел. Вот. А обычно это не характерно для метеоритов. И, значит, вот всем рассказывают о том, что в метеорите не может быть пор, ничего такого, значит, не может быть. Вот. И вот после того, как упал метеоритский метеорит, про это перестали рассказывать, потому что именно в этом импакте мы росла. И действительно периодически встречаются поры, в которых даже вырастают какие-то кристаллики. Или может такое быть. Вот. Ну, в общем, вот эта вот часть черная, да, она такая интересная, необычная была. То есть, а по вот кальцирово-алюминиевым включением, все-таки, если делается анализ просто включения, то абсолютно возраст не очень большой. То есть, 4,6, а вот именно в них находятся тугоплавки отдельные включения, которые древние были, да, в этом ситуации? Или все кальцирово-алюминиевые, они абсолютно возраст имеют? Сейчас речь идет для тех, кто не в курсе, о таком типе объектов, который характерен для углистых хондритов. Это тугоплавские включения или белые включения. Они вот там есть. Да, они вот есть в срезах. Вот, в срезе можно. Дело в том, что вот метеориты, метеориты и хондриты, хондриты в целом, а это вещество весьма древнее. Вот, то есть, по сравнению с земными породами, вот земля, она, вещество земли, она претерпела значительные изменения в ходе истории земли. И все первичное вещество, которым была сложена земля, оно полностью переработано. То есть, древнего вещества, из которого когда-то состояла земля, его нет. А метеориты, особенно хондриты, это самое древнее вещество Солнечной системы, которое в Солнечной системе возникло. И вот среди них попадаются так называемые белые включения, которые являются, они дают возраст еще более древний, чем возраст самого, валовый возраст от самого вещества метеорита. И вопрос, я так понимаю, был о том, что вот этих... Сами такие, или еще в них тугоплавки людей, вот эти вот 12-миллиардных? Насчет 12-миллиардных, цифр 12 миллиардов, я не знаю такого, вот. Но действительно, среди вот этих вот включений находятся зерна, которые по каким-то своим признакам, это не обязательно возраст, потому что возраст бывает нельзя определить, потому что у возраста должна быть какая-то система отчета, и ее нужно от чего-то отчитывать. Вот. Но по другим признакам, ну вот, если кто знает, по изотопии разных элементов, изотопии кислорода, изотопии кремния, можно точно сказать, что некоторые зерна этого вещества, они, в общем, в них попали до образования Солнечной системы. Они имеют отклонения, которые, ну, скажем, ну, которые в пределах Солнечной системы нет, а в этих зернах есть. Вот. И они, предполагается, что попали, поскольку, ну, космос, он достаточно большой, то там, то там происходят какие-то, там, взрывы сверхновых звезд, еще что-то, в общем, вещество как-то перераспределяется. И вещество досолнечное могло попасть в Солнечную систему. Микроскопы не видны? Я не видел. Обычно они очень мелкие, на самом деле, я считаю. Есть? Сейчас, да, вопрос. Если человек нашел метеорит, или предполагаешь, что он нашел метеорит, куда ему обращаться, что делать? Да, это, кстати, вот тоже, на самом деле, вспомню Челябинский метеорит. После того, как упал Челябинский метеорит, количество вещества, приносимого для того, чтобы определить, что это метеорит или не метеорит, в лабораторию увеличилось несколько раз. То есть, он некоторую популяризацию произвел, хотя количество приносимых метеоритов не возросло. Возросло количество приносимого. Приносимо приносит, значит, чтобы, то есть, скажем так, определить, что это метеорит или не метеорит, в многих случаях, ну, зависит от того, какое вещество. Если это хандрит, то в некоторых случаях достаточно просто распилить образец, и вы сразу, ну, люди, как бы специалист, геолог какой-то, который знает, как выглядят метеориты, он может вам на вид сказать, что это действительно метеорит. Пород аналогичных хандритов на Земле не встречается. Их не существует. Вот. Может быть что-то похожее по внешней форме. Там, тот же песчаник, он тоже имеет круглые песчинки, которые вместе собраны. Вот. Кому-то они напоминают хондры, поэтому песчаники регулярно появляются у нас для того, чтобы, значит, их проверили. Вот. Снег с другими метеоритами сложнее. Железные, точная диагностика – это содержание никеля. Вот. Это уже надо делать анализ. Так вот, и либо, либо можно сделать спил, протравить, и вот где-то вот эта пластинка с структурами, вот этими вот видом шатеновыми структурами, это структуры, которые невозможно, не только их нет на Земле, их невозможно вырастить. Они растут очень долго. То есть, вырастают единственное, в общем, их получались, но они получались микроскопическими, то, что вырастало. Для того, чтобы выросла вот такая вот структура, нужно, чтобы сплав металла находился очень долго при высокой температуре. Тогда происходит перераспределение химических элементов. Если вы видите такую структуру или аналогичную, в каких-то метеоритах она будет более крупная, в каких-то более мелкая, это точно говорит о том, что перед вами метеорит. Вот если, скажем, вы не травите, а просто у вас кусок железа, вот такой вот, или отпиленный болгаркой, то надо проверять содержание никеля. Хотя есть и земные никелевые сплавы, и с ними как бы уже сложнее. Там нужно более точно анализировать. Самое сложное – это с вот ахандритами, потому что действительно ахандриты могут быть очень похожи на земные породы. Некоторые, в принципе, как бы отличаются. Но в некоторых случаях тут нужны уже такие. То есть надежно они диагностируются, могут диагностироваться только по каким-то сложным методам, то есть вот это изотопные исследования. Дело в том, что всегда существует проблема того, что будет найден новый тип вещества, то есть новый тип метеорита. И вот люди приносят, например, они принесли какой-нибудь кусок. Вот мы смотрим на него и видим, это какая-то земная порода, вот кусок вот найти, вот выйти здесь, на самом деле, приносили, мастить там мостовую или засыпали, и крошку какую-нибудь, еще что-нибудь. Откуда угодно можно принести, вот все, что угодно. И сказать, вот спрашивают, а что это, а как оно там оказалось? Миллион способов, как оно могло там оказаться. Вот. Вот. И разбираться с каждым куском очень тяжело. И когда вот люди, например, спрашивают, ну, убедите меня, что это не метеорит. На этот вопрос ответить очень тяжело. То есть действительно, как бы, порода аналогичная земной, почему это не может быть новым типом метеоритов? Вот. Действительно, почему это не может быть новым типом метеоритов? Но там 99,999999 и 9 случаев, это, скорее всего, земная порода. Вот. Вот. Хорошо и достоверно там вот новые типы, например, они определяются, когда было падение. Вот когда было падение, когда в Челябинске вот такой вот болид, большой, куча высыпало, все в коре черной, вот этой вот оплавленной, такие куски характерной с аэродинамической формы, и вот пилите, а там такая какая-то неведомая порода. И вы такие, вот это новый тип метеорита. В принципе, вот Наклит, например, это марсианский метеорит, он упал в Египте, это падение. Наклиты, тип назван по метеориту Накла, это населенный пункт в районе Египта. Вот это как раз новый тип метеорита, который был надежно определен, что это метеорит, это ахандрит. Потом было установлено, что он еще вот связан с планетой Марс. Вот так. А когда вот вещество приносит просто найденное, с этим очень тяжело работать. То есть вот как бы можно сделать шлиф, посмотреть, сказать, что ну это земная порода. А вот если надежно, например, это вот какие-то тонкие методы. Ну только статистические выкладки давать, что надо проехать 5000 километров в пустыне, чтобы найти одинокандрит. Надо объяснять людям, что надо соседить, пропахать, если бы никаких других камней не было. Это ненаучно. Ну нет, ну хотя бы не уникально. Это снижать вероятность на это. Да, но резина, что есть других вариантов. Ну, Костя, вот я хотел добавить, пока минералоги еще не уехали. В земных породах, ну где-то, наверное, большая часть, которые приходят, образцы, которые мы увидим в земной коре, они содержат водные минералы. Да. Это хорошее замечание. А в метеоритах практически, ну, есть единственный случай, который считает, что метеориты, там есть амфиболы, которые тоже водные, но они всегда сходные. То есть амфибол мог здесь уже во время, когда он внедрился в земную кору, образоваться, когда он здесь пролежал. То есть пироксен мог перейти в амфибол, вполне если бы он долго лежал. Ну, может быть, есть метеориты, которых есть, но это исключение. А в земных породах практически во всех. Если вы убейте там слюду, там какие-то чешуйки, хлорид, роговая обманка, она тоже очень характерна, там вытянутая, то это уже 100% не метеорит. Да, это хороший признак, действительно. Ко мне тоже очень много приносят, у меня сайт Саши Миловодского, который, ну, в свое время нашел полосит, ну, вернее, не он нашел, а ему пришла информация, он туда приехал, и первый определился, что в Паласовке вдруг оказался полосит. Это тоже интересная история очень, сочетание, почему назвали его полоситом, и почему нашли Паласовке именно полоситом. Ну, в первый раз, когда об этом узнали, мы думали, что Палас там уронил случайно, там стоит памятник Паласову Академики. А он впервые полосит описал, а это Болгоградская область, Казахстан. Оказалось, что этот полосит выбило взрывом, когда делали озеро, чтобы там Кишлак мог поить своих этих коров. И заложили очень много тротилов, там, в 70-х годах, в 60-х, и глина, а глина там слой, наверное, метр, наверное, там, 5-7 туда уходит, одна глина. Вот вместе с глиной выскочили 200-килограммовый вот этот полосит, который потом уже, когда регистрировали, немцы сомневались, что русские опять что-то там сели, но около Паласовки нашли полосит. Не какой-то Хандрит, там, другой, а именно полосит. Поэтому вот очень много, вот иногда мне звонят тоже, просят диагностировать. Ну, вот фактически там где-то, наверное, процентов 80-90, это сразу определяешь, когда видишь водные минералы. Ну, что это метеорит. Очень много приводит к флаку, вот. Потом есть еще интересная такая костя, ну, ты знаешь, это гидридиум. Металл. Вот, селицид что? А? Селицид? Да, это есть углубленные. Ну, селицид. Сплавов много. Не метеоритов, да? Там можно уйти в общем-то далеко. Не, ну, это метеоритные. Селицид, они часто, это самая природа, как есть? Алмазы, похожие на жреб. Находки алмазов-метеоритов. Есть. Находки алмазов-метеоритов есть. Они двух типов. Один тип – это ударные алмазы. Из-за того, что метеориты в космосе сталкиваются друг с другом во время. И это очень высокоэнергетичные события. И при этом образуются высокобарные, образовавшиеся при высоком давлении, минеральные фазы. В том числе алмаз. Вот. Таким образом может алмаз образовываться. Там, например, вот метеорит каньон Дьявола, который здесь назывался, он содержит алмаз. Находки алмазов из него. Где у вас алмаз? Где у вас алмаз? Вот. А вот вещество хондритов, оно практически все содержит. Все хондриты содержат алмазы, но эти алмазы имеют очень маленький размер. Они, там, в общем, это так называемые наноалмазы. То есть у них размер меньше даже того, что можно под микроскопом увидеть. Сейчас, знаете, знаете. Долго, скажем, долго очень проводились исследования по поводу этих алмазов. Было, там, установили, что какая-то есть минеральная фаза. Или не минеральная, а какая-то органическая, которая состоит из углерода. И очень маленькая. Но в итоге выяснили, что это алмазы. Алмазы эти – это вещество, которое сдувается с звезд. Вот. Есть разные типы звезд. И есть звезды, богатые углеродом, углеродные звезды. И в их атмосфере может формироваться в том числе частицы наноалмазов, очень тонкие. И это вещество потом распыляется. А в углистых больше, чем в углистях? Не могу сказать. Вот. А в урилитах какие-то типы? В урилитах ударного. А лансдейлиты в чем? Лансдейлиты. Лансдейлиты, значит, лансдейлиты – это еще более высокобарная фаза углерода. Они тоже либо ударного происхождения, либо лансдейлиты часто встречаются в кратерах. Вот. То есть, это даже не в метеоритах, а именно в кратерах. Например, кстати, по поводу алмазов. Метеорит может стать причиной образования алмазов. Вот есть попегайская астроблема, где метеорит упал. Там кратер очень большой, порядка 80 километров. Где метеорит упал на породы с богатой углеродом. И, естественно, от этого удара породы сильно метаморфизовались, и там образовались вот такие импактные алмазы метаморфические. И дело в том, что когда геологи это нашли и подсчитывали запасы, то оказалось, что вот эта территория 80 на 80 километров. По запасам алмаза, то есть, вот ходят такие байки, в общем-то, основанные на реальных событиях, что когда вот шел подсчет запасов, то из комнат, где это происходило, доносился гемерический хохот. Потому что вся Африка, все месторождения алмазов кимберлитовых трубок, это все гораздо меньше, чем вот эти вот алмазы с попегайской астроблемой. Потому что очень большой объем. Кимберлитовые трубки, это там диаметр километр чуть больше, а зачастую меньше. А здесь десятки километров. Но дело в том, что этот алмаз технический, он черный в основном, большое количество включений, он не подходит для ювелирки, он хорошо подходит для промышленности. То есть, это технический алмаз, но из-за того, что это находится далеко, на, путаю все время, Анабарский или Алданс? Анабарский. Анабарский. На Анабарском щите, на севере Сибири, вот, то из-за этой удаленности оно, в общем-то, месторождение осталось просто, ну, как в качестве запасов. Молстанит? В каком металлите нашли? Это орбит кремния. Орбит кремния. Про молстанит, я не помню, значит, в каком его нашли, я могу занятную вещь про молстанит рассказать. Дело в том, что образцы, на которых готовят препараты, то есть, вот, чтобы приготовить образец для исследования, его, значит, шлифуют, полируют. И шлифовка производится зачастую на, вот, абразивных каких-то порошках, и очень распространенный порошок – это корбит кремния, этот самый мосанит. Вот. И когда обрабатывается метеоритное железо, оно пластичное, и вот делают препарат, вводят по вот этому порошку, и он вдавливается в железо, и потом в образце можно увидеть, как, значит, такие ориентированные, как будто структуры распада в железе вот этого мосанита. И было, ну, вот, очень много, когда первые исследования были, вот таких работ, описывающих находки мосанита в железе, там, и так далее, и так далее, связанные с тем, что это просто техногенное загрязнение. Вот. А так вообще, как фаза, он действительно существует и присутствует, встречается в метеоритах, не широко распространенный минерал, но в железных, в том числе, встречается в метеоритах. Костя Афтисан, какие-нибудь тиктиты российские известны? Ну, как бывшие российские, эргизиты, вот, да. Нет, кроме эргизитов. Кроме эргизитов, именно совсем российские. Кратера есть. Так. Этих титов, импактиты. Вот дело в том, что, кстати, тоже, когда рассказывали про вот этиктиды, дело в том, что тиктиты – это, скажем, вещь достаточно редкая. Очень часто образуются, так называемые, просто импактные стекла. Больший объем породы плавится, выбрасывается какое-то рядом с кратером вещество или прямо внутри кратера остается. Вот. И импактных стекол, в принципе, много. А вот тиктитами называется вещество, которое вылетает на достаточно большое расстояние от кратера. И приобретает какие-то тоже аэродинамические формы зачастую. И полей рассияния тиктитов мало. Их там всего, наверное, больше 10, но меньше 20. Вот. Там, которые широко на слуху, их можно по пальцам пересчитать. А кратеров, скажем, стекла импактного, оно присутствует, в принципе, во всех крупных кратерах. Просто... Там есть тиктиты. Там есть тиктиты. Там есть тиктиты, нет? Нет, я по поводу российского. Да. Есть тиктиты. Там есть тиктиты, это чисто российский тиктит. Тоже с Чукотки. Тиктиты есть там. Кстати, долгое время вот читалось... Тоже про Эльдгин вспомнили? Когда обнаружили, значит, Эльдгин, там шла аэродинамическая съемка. И тот, кто проводил вот эту съемку, он отметил по поводу этого озера, что, значит, было обнаружено озеро, правильные округлые формы, несомненно, вулканического происхождения. Вот. Еще в советское время, вот до буквально 50-х там, готов, шли очень жаркие дискуссии о том, что не могут метеориты давать большие кратеры. Что все кратеры – это вулканического происхождения объекты. Что на Луне вот эти вот кратеры, огромные, тысячи километров. Кстати, лунные моря – это тоже кратеры, заполненные просто лавой. Вот. Очень крупные кратеры. Что это все не может. Не могли себе такого представить, что огромное космическое тело врезается в Землю или в Луну и образует вот эту, то есть, колоссальную энергию. И все это объясняли вулканическим происхождением. И шли очень жаркие дискуссии. Всех, значит, метеоритику, вот такую импактные кратеры считали это лженаукой. Но в итоге, скажем, пришли к тому, что это все может быть. Вот. Еще совсем недавно. То есть, вот, я просто работаю в институте. У нас там есть люди, которые именно кратерами занимаются. Они пожилые сотрудники. Они рассказывали, что шли очень жаркие. То есть, людей, которые выступали за метеоритное происхождение кратеров, их считали псевдоучеными. И метеориты раньше, да, там, Французская Академия Наук, она запретила. Что это за метеоритами? Ну, это было чуть давнее, там, 1700 какие-то годы. Метеориты, был подписан там указ, Французская Академия Наук, о том, что камни с неба падать не могут. Все. Но, между прочим, это, то есть, вот, этот пример часто приводится, как то, что вот, типа, ученые такие, значит, они сейчас одно думают, потом другое думают, и вот там вот, а вот камни с него падать не могут. А на самом деле могут. И поэтому часто, вот, да, приносят, там, какой-нибудь метеорит, например. А вот, почему это не метеорит? А вы просто еще не знаете, да. А вот через 10 лет это будет считаться самым, там, открытием века. Вот, на самом деле, вот этот указ, он был связан с тем, что были там всякие суеверия, связанные с так называемыми громовыми камнями, которые во время грозы, там, образуются, еще падают. Такие вот какие-то полумифические, мистические слухи среди населения. И из-за этого вот был указ, скажем, в борьбе вот с этими темными такими суевериями. Но вот вместе в борьбе с темными суевериями, да, зарубили, в принципе, ну, реально существующие в природе явления, до которых тогда еще не доросли. Вот, наука не доросла. Вот. Время уже пояснилось. Я предлагаю, может, еще, там, два-три вопроса какие-нибудь, последок. Там, может, пора, чтобы заканчивались. Чем-нибудь известно по поводу метеорита, высокую природу, сопротивление, недавнее падение? Я не могу ничего сказать, не знаю. А даже местные жители, он, как бы, упал, он тоже летел по логе, отмечали сильный запах горелого обитка в воздухе. Вот, на самом деле, то, что что-то упало с неба, это не всегда связано с метеоритами. То есть, вот, сам, как бы, я не могу сказать, да, Ну, вот, истории, которые я слышал, и они достаточно достоверные. Намерзает на самолетах. Вот, просто налить образуется, да, и она потом отваливается, падает. Принимают за кометное вещество. На Байконуре, на Байконуре, ну, вот, не знаю, тоже у нас, но рассказывали в лаборатории у нас сотрудники, то, что вот, приносили образцы, например, падает с неба гранит, кусок гранита падает. Вот, большая часть метеоритов, она не содержит кварца, или кварца содержит мало. Вот, а тут с неба вот падает, причем вот люди вот на их глазах падают, вороночку оставляют. Вот, оказывается, для того, чтобы увеличить балласт, балласт ракеты, нужен определенный. И вот, чтобы вот эти цифры подогнать под конец, просто там, ну, в специальный отсек закладывалось, там, какое-то количество камней подобрать, да. Вот, и, соответственно, когда ракеты, вот эти ступени отходят, все, то это вместе все рассыпается, и потом вот падает там. Нападало, значит, и там, что-то из... Да, 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 вот, потом, как бы, те, кто приносят, вот, люди, то есть, там, рассказывают, что они нашли метеорит, 50%, значит, говорят, что вот, видел, как летел, упал на огород. Причем люди, ну, верят, действительно, им что-то там, там, они увидели, метеор, например, пролетел, а наутро они в огороде нашли странный камень. Вот, почему эти два события не совместить между собой? И, в принципе, ну, такого очень много, то есть, вот, объяснений, скажем, обычных, вплоть до того, что, на самом деле, там, птицы заглатывают камни какие-то, да, могут там тоже, и, ну, то есть, примеров, там, даже сильный ветер, там, всякие истории о том, что вот дождь из рыбы, например, да, там, какие-то вещи, когда торнадо засасывают из океана, например, да, точно так же торнадо может засосать, поднять какой-то, там, небольшой камень. Да, и она упадет вам на огород, и вы придете, скажете, объясните мне, почему это не может быть не теоризм. Вот это можно противопоставить только современным наук с современными приборами. А сегодня оказалось, в геохипте с декабря не работает микрозон, а в январе сломался, и только в июле можно... Все, то есть, вся деятельность научной парализованная... А то у них в Деринвере, в Гетеринвурге работают. Все анализируем, да. А, темно. Ну что, здесь, да... Здесь центр, здесь застрой. Артем, да, да. Ну, наверное, будет чуть-чуть. Заключительные слова. Благодарим наших выступающих. Мне очень понравилось. Надеюсь, вам тоже. Спасибо. Вот, все. Ну, до скорых встреч, я думаю. Надеюсь, что-нибудь еще у нас получится организовать. До следующего упавшего метеорита? Или как? Может, чего-нибудь еще нового? Более базарические, но более красивые.